книга про теория геннадия фаста в бога богатейте проповеди 2020 год не прощение притча о должнике евангелие от матфея 18 глава 23 35 стихи господь иисус сказал притчу некий царь решил посчитаться со своими работниками один из них был ему должен причем был должен какую-то невероятную сумму 10 тысяч талантов талант это 26 килограмм серебра это 7000 динариев это какие-то миллионы и вот царь вызывает этого человека своего должника требует от него возвращения долга все сроки вышли царь угрожает должнику что продаст его жену и детей если он не рассчитается за свой долг подчиненно этот падает в ноги господину и умоляет потерпеть еще немного продлить срок обещает каким-то образом рассчитаться а царь смотрит на него понимает безысходность ситуации и не срок ему продлевает а просто все прощает все полностью иди ты свободен прощем можно себе представить какая радость как легко было этому человеку когда он вскочил с колен когда выбежал от своего господина и тут он встречает своего товарища а этот товарищ был свою очередь должен ему 100 динариев вообще мелочь может быть на мороженое хватило бы 100 динариев все и куда тут вдруг такая важность поперла вдруг какой-то злоба вскипела он закричал на должника товарища потребовал возвращения долга и даже стал душить его как будто бы тем самым выдавить из него эти 100 динариев и бросил его в темницу а другие те самые товарищи видят это они крайне смущены как так только что получил прощение такой гигантской суммы а тут какую-то абсолютную мелочь не мог простить своему собрату пошли и нажаловались тому царю когда царь об этом услышал то он разгневался велел вызвать этого непрощающего человека и отдать его истязателям до тех пор пока не вернет свой собственный долг все до последнего а едва ли это будет возможно вот такая притча она верующим хорошо знакома она показывает нам как опасно не проще какое страшное дело непрощение не прощение это такая своеобразная вещь чтобы ею заболеть не надо ничего плохого делать все грехи имеют такое свойство что для того чтобы согрешить надо сделать нечто плохое а тут плохого ровным счетом ничего делать не надо плохое пульс делают другие я же за них и не отвечаю я ничего плохого не сделал и вот уже я хороший этого и не прощу ведь они это плохо сделали вот такая своеобразная вещь сам ничего плохого не делал непрощение страшно по своим результатам и на эти результаты указывает явно или подспудно притча сказанная господом какие вот смотрите этот человек получил прощение всего своего гигантского долга он уже на свободе с ним ничего больше с него ничего больше не причитается ну так когда он не простил своему собрату тогда что тогда царь господин взыскал с него уже ранее прощенный долг вот чем опасно непрощение уже прощенный долг теперь с меня сполна взыскивается кто из нас верующих не склонял колени пред господом и не слышал слова такие благостные такое утешение несущая произносимый священником прощаются и оставляются тебе грехи твои и христос прощает и оставляет мы встаем с колен действительно прощенными грех нам больше не вменяется его больше нет за отсутствующий грех естественно никто из нас никогда не будет наказан и казалось бы это невозвратно есть же вешение вещи невозвратные не у всякого движения есть обратный ход казалось бы божье прощение не имеет обратного хода если мы так думаем то ошибаемся оказывается есть я уже прощен грех с меня снят я допущен до святого причащения я соединился со христом у меня все хорошо но я не простил тому у кого не все хорошо грешнику не простил человеку виновного предо мной и тогда те слова о прощении меня которые я слышал вычеркиваются в той небесной книге жизни и изглаждаются у бога есть своя резинка все это вытереть и я опять со своим грехом более того за мной грех теперь-то уже наверняка будет мне наказание если мы грешим бог далеко не всегда нас наказывает но но если мы не прощаем грех ближнего другого то нас постигнет наказание за наш уже прощенный грех и теперь с нас взыщется по полной ранее мы были прощены за просто так иди все прощается и разрешается ты на свободе теперь уже так не будет вот какую страшную опасность несет себе непрощенные непрощение грехов у великого бога у которого после да казалось бы никогда не может быть нет у самого у него это может быть по причине моей вон непрощение а в агафон как и любой человек иногда подвергалской соискушению не простить ближнего он будучи праведен видел что человек рядом согрешает но тут же сам себе говорил я этим же грехом грешу еще больше у него 100 динариев а у меня 10 тысяч талантов и когда сам себе скажешь что этим же грехом грешишь еще больше то пропадает желание считаться с тем должником это не все беды которые бывают от непрощения от непрощения бывает и еще другая беда сейчас мы с вами на языке арифметики размышляли но грех этот нечто более глубокое грех это повреждение нашей припорочной страсти это духовная болезнь и вот случается что мы не только получаем прощение нашего греха это хорошо но еще не главное происходит больше мы освобождаемся от порочной страсти мы исцеляемся нас не просто отпустили на свободно нас вылечили выписали из больницы господь своей благодатью помог нам справиться с какой-то страстью с каким-то пороком может быть достаточно тяжелым пороком для порока не обязательно дела сребролюбия для этого не обязательно воровать достаточно страдать о деньгах плотская страсть это для этого не обязательно бегать в дом терпимости сам самым себе сгораешь от этой страсти тщеславие для этого не обязательно быть звездой о которой все говорят сам себя постоянно нахваливаешь, у нас есть страсти и вдруг происходит великое дело, которое верующий совестливый человек очень ценит Господь дает освобождение от страсти и больше она не мучает, ушла страсть даже искушения нет но вот мой ближний, мой должник грешит и я ему этот его долг, его грех, возможно и в отношении меня совершенный простить не могу и тогда не только отменяется мое прощение, но и я подвергаюсь наказанию тогда происходит нечто более глубинное ко мне возвращается порочная страсть, я опять болен, причем эта страсть может вернуться в еще большей силе чем она была раньше те самые всем злейших вот это страшно если за грехи поступков как-то можно получить прощение, забыть то со страстями так не получается если у меня порочная страсть, а ты мне говоришь батюшка я тебе прощаю, что ты сребролюбивый а оно мне от этого легче если это меня томит и томит хотя десять раз мне прощай это мне не помогает мне от этого толку нет меня исцелить надо и вот смотрите как страшно будучи уже исцеленными будучи уже свободными от какой-либо страсти а это великий дар это и правда десять тысяч талантов это действительно некие миллионы в сокровищнице царства небесного и вдруг мы вновь в этой страсти она опять тут как тут бойтесь не прощать ближних порочные страсти опять вползут как тот древний зми не постеснялся в Эдемский сад заползти опять вползут в мою душу где вроде бы был уже Эдемский сад где я уже был освобожден от страсти и вот опять вот такая беда бывает от греха непрощения и это не последнее преподобный англестичник говорит о том что кого в чем осудишь в том согрешишь сам ведь если я не прощаю своего ближнего значит я его осуждаю по причине этот человек своего должника всего-то за 100 динариев кинул в темницу он его осудил и в результате был осужден сам если мы не прощаем тогда по слову Иоанна Листричника мы сами этим же грехом согрешим я знаю одного человека которого очень сильно обидел его начальник очень жестоко поступил по отношению к нему и конечно же этот человек не мог быть вполне свободным от осуждения он осуждал своего начальника он не прощал его а сам то был тоже неким маленьким начальником ничком у него тоже были подчиненные и случилось один к одному то что причинил ему его большой начальник то сделал и он со своей подчиненной после этого сел он да что называется за затылком чешет вот теперь дошло ты своего начальника не простил и вот сам поступил так же прощает ведь не только потому что тот оказался прав прощения не предполагает правоту прощаемого те 10 тысяч талантов были прощены не от того что он не был должник что сумел доказать свою правоту нет тут все было очевидно он был должен иногда мы говорим он же виноват он же плохо поступил со мной да виноват да плохо поступил а ты не хочешь быть виновным и поступить так же плохо тогда поторопись простить того кто так поступил с тобой вот какая беда от непрощения сам начинаешь поступать таким же образом как это показано в притче и это не все теперь перейдем вовнутрь там у нас сердце сердце имеет свойство быть в одном из двух состояний или окамененное нечувствие или умиление бывает то или другое наверное уже догадываетесь если не прощаете своего ближнего будет ли сердце в состоянии умиления чему тут умиляться какой ты хороший и как с тобой плохо поступили это не умиление это самосожаление и оно является следствием тонкой гордыни которая живет в нашей душе если мы не прощаем ближнего то наше сердце ожесточается оно становится каменным так вот если хочешь чтобы здесь в груди у тебя был камень тогда не прощай будет окамененное нечувствие и толку нет говорить Господу помилуй помилование не будет помилование это не просто амнистия когда выпустили на свободу это глубже помилование это когда умилилось твое сердце а в умиленном сердце не бывает страстей оно готово для царства небесного только его не будет если не простим доводилось видеть ситуацию когда один человек обидел другого и был далеко не прав обиженный обиду простить не мог шло время обидчик потихоньку стал отходить стал осознавать что был неправ что был виноват и стал просить прощения у ближнего у Бога и обиженного но обиженный простить не мог слишком больно ему было и он ожесточился обидчик уже имел сердце близкое к умилению а обиженный все больше ожесточался быть обиженным непрощающим даже хуже чем быть обидчиком вот какая еще беда от непрощения от непрощения ожесточается и опустошается наше сердце наш внутренний мир наша душа соответственно не может быть никакого духовного роста соответственно не может быть даже какой-то внешней успешной деятельности и это еще не все непрощение худая штука есть еще одна вещь ее понимают те кто понимает что такое благодать есть люди для которых слово благодать как бы ни о чем или благодать это хорошая погода арбуз теплая вода в море еще как что-нибудь такое и правда перечисленная это тоже благодать тоже дары божьи это крошки со стола небесного щедродателя но все-таки это лишь крошки а есть благодать святого духа если она посещает человека то внутри его чудеса происходят нет не обязательно что он будет ходить чудотворцем направо налево всех исцелять и так далее в нем самом будут чудеса происходить а может быть и внешне тоже но это уже как бог судит есть благодать и я думаю что всякий верующий в большей или меньшей степени знает ее без благодати в воскресенье с утра в храм не соберешься все-таки будет отцепной благодать дает нам больше чем подушка ради благодати мы сегодня здесь благодать Божия это самое большое что мы можем получить и что когда мы не прощаем то благодать из души уходит и душа твоя как-то пушкинская старуха уже была вольной царицей и вот опять у разбитого корыто все что имела все ушло благодать ушла и ты один на один с самим собой из истории древних мучеников хорошо известный случай когда одного пресвитера священника стали истязать и требовать от него отречения от веры он благодатью Божией укрепляемый мужественно устоял во всех пытках пытки это страшно а древние были очень изощрены в различных видах пыток они это умели делать очень профессионально и вот он прошел суд все пытки все допросы все прошел и наконец отчаявшиеся мучители приговорят его к смертной казни благодать и укрепленную он принимает этот приговор и он уже готов был возликовать потому что небесный венец вот-вот сойдет на него еще чуть-чуть и он будет в сонне святых в небесном царстве у царя царей и вот появляется тот человек который его сдал совесть его замучила проснулась он подбегает к пресвитеру к этому батюшке и просит у него прощения за то что так пакостно поступил но наш великий страдавец видит только небесную обитель идет за мученическим венцом а тут такая мелочь какая-то грязь какая-то бяка видите ли еще прощения просит да никогда ни в коем веке не в будущем кто же Иуду прощает страдалец идет к месту своего мученичества видит орудие смертной казни вы знаете если на то пошло то смертная казнь как ни странно не так страшна как орудие пыток и вот в момент перед казнью у пресвитера который не простился грешившего человека отнимается благодать он остается таким каким был таким же героем таким же умным такой же силы воли у него никто ничего не отнял из принадлежавшего ему все его способности остались при нем так что же давай совершай геройский поступок однако увидев орудие казни лишенный благодати он уже ни к чему не способен он отрекается от Христа и мученический венец не получает вместо мученика отреченец от веры вот чем опасно непрощение Божья благодать у нас отнимается если ее не было то и не дается Божья благодать несовместима с непрощением верующие знают такое состояние когда мы безуспешно бьемся и не чувствуем благодати не получаем ее причина может быть не одна но эту не забудем проверить а вдруг мы кого-то из своих должников не простили тогда все бесполезно бесполезен великий пост бесполезен великий покаянный канон бесполезны поклоны бесполезно торжество Пасхи никакой благодати все равно не получим будем делать вид что каемся и будем делать вид что радуемся благодати у нас не будет и всего-то лишь не простили вот дорогие какое страшное дело непрощения и притчи господней все эти стороны есть они в ней сокрыты когда ее читаешь то они раскрываются а возможно это еще и далеко не все к чему ведет непрощение убоимся дорогие убоимся непрощения оказывается чужой грех не мой страшнее для меня чем мой за свой грех худо-бедно как-нибудь перекрещусь да господи прости скажу а вот непрощенный чужой грех все сводит к нулю и не только к нулю человека даже близко подходящего к царству даже уже находящегося в царстве извергает вон аминь